Всем привет друзья! Итак, никогда не копайте пруд, не посмотрев это видео. Вот такие вот часто у нас заголовки бывают. И вот так вот у нас произошло. Частный пруд и машина оказалась в таком вот состоянии. Как раз у нас, можно сказать, повезло или не повезло. Воды у нас очень много, глубина у нас больше двух с половиной метров. Хорошо, что еще не так далеко уехала. Всем, наверное, будет интересно, как же могла произойти такая ситуация. Ну, просто машина стояла на нейтралке. И вот оттуда, от самого дома, получилось у нас, она проделала вот такой вот путь. Что делать и как с этим быть? Сейчас будем думать. Ситуация такая у нас экстренная. Можно сказать, видео, конечно же, я не планировал такое. Но сейчас нужно думать, решать проблему. Так как берега у нас, клон здесь 45 градусов, глубина у нас там еще больше 2,5 метра. Фиат Улисс у нас здесь все-таки. У нас, можно сказать, буст небольшой. Утоплен минивэн. Достать его обычной малолитражкой вряд ли получится. Да, и что-то полноприводным тоже. Нет, сейчас, наверное, организуем какой-нибудь такой большой трактор. Так, ну что ж, попробуем сначала, можно сказать, поиграться. Пока ждем трактора легкой артиллерии. Может, удастся хотя бы ее как-то развернуть. Ну, все равно трактора ждать около двух часов. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Немножко развернули машину, но все-таки для Дауди, конечно, нагрузка слишком большая, горит сцепление. Здесь же рыба обитает все-таки, как вы знаете, выращиваю рыбу в этом пруду. Если сейчас разольется какое-то масло или топливо, здесь дизель тоже у нас, вот уже разводы небольшие у нас на воде есть, именно, скажем, там, по горюче-смазочным материалам. Тут еще про это нужно думать. Мало того, что машину угробили, так еще рыбу угробим. Конечно же, во многих, как это все произошло, сейчас такой вопрос. Все-таки машина у нас была не заведенная, машина у нас была на нейтралке и проскочила она, как вы видите, позади меня дубки, там такая березка, и стояла она ж возле дома, это метров 70. И не знаю, как произошло, ветер, не ветер, что, ну, это никто не видел. Уже заметили машину именно у нас в таком состоянии. Проскочила она между двумя деревьями, и расстояние было по сантиметров 20 между зеркалами. Тут, говорится, опытный водитель еще не попадет. Она умудрилась проскочить, заехать левым колесом вот здесь на мостик, на эти камни. И я так понял, что сюда она уже подплыла своим ходом, так сказать. Так, а вот и техника подъехала. Тут он какой-то великолад, чтобы машину не разорвать. Ставьте всегда машины на ручник, ну, либо копайте хотя бы более мелкие пруды. А то потом придется вот такой огромный трактор искать, чтобы достать. Ну что, давай потихоньку, потихоньку. Давай-давай. Вроде идет, главное, чтобы трос не порвался. Там документы, вещи выплывают. Ну вот и всплыла беглянка. Ну что, теперь не видно, не крашено на продажу? В парах вода. Друзья, закончили, достали мусор из пруда. Давайте теперь пойдем покормим рыбку. Она у нас немножко перенервничала. Так, друзья, ну и вот, благополучно извлекли инородное тело. Остались вот только следы въезда. Ну, такое незапланированное видео, конечно, у нас получилось. Так, что по пруду? Смотрите, подкормлю немножко рыбку. Она сейчас в шоке. Слава богу, вроде никакие у нас нефтепродукты оттуда не повытекали. Рыба останется жива. Машина, я надеюсь, тоже подсушим. И, в общем, не знаю, сниму, наверное, я вам отдельное видео про пруд. Как он после зимы. Это именно для моих подписчиков. Что здесь нового, кроме машины, да? Потихоньку прощаемся. Всем, кому понравилось, ставим лайк. Всем пока!